То, что вы сейчас услышите, я могу характеризовать только одним словом. Пиздец. И самое важное, что каждый, находящийся на территории России, должен понимать, что этот пиздец, его коснется напрямую. Не получится так, что вот кто-то там в Кемерово сгорел и его не спасли, не приехали, ничего не сделали, а с тобой ничего не получится. С тобой такого не случится. Нет, чувак, с тобой случится то же самое. Пока ты находишься на территории этого ебаного блядского гулага, который кто-то называет Российской Федерацией, ты в такой же опасности, как и те, кто угорели в Кемерово. Я хочу, чтобы ты послушал это, а потом подумал, как бы ты действовал, если бы ты находился внутри этого зала. И следующий вывод, который ты должен сделать, о том, что ты не можешь поменять МЧС ебаную, которая не будет приезжать к тебе горячему в зале. Ты не можешь скорую поменять блядскую, которая приедет одна и заберет какого-то агарка и уедет. Ты не можешь поменять операторов, которые говорят, какие ко мне претензии, уже выехали. Ты этого ничего не сможешь поменять. И единственное, что ты можешь сделать, это взять свою тухлую жопу и съебаться, нахуй, с пидорашки. Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Оператор 112, что у вас произошло? Здравствуйте. Я вот стою из окна своего смотрю, вы получаете зимняя вишня, по-моему, горит в торговый центр. Горит зимняя вишня? Ну вот, с крыши дым валит, конечно, очень-очень сильно. Пожалуйста, оставайтесь, у вас на пожарных выборах передам. Вы позвонили? Давай, давай, бери морковь, бери! Бери! Есть еще! Кинесеатр, да? Сейчас. Дети вышли, дети выводили в первую очередь, смотрите. Что? Что? Оператор 112, что у вас случилось? Зимняя вишня, вам уже поступили, правильно вызовем пожар? Да, да. Пойдите там, пожалуйста, приезжайте быстрее. Сейчас уже едут, едут уже пожарные, выехали так можно быстрее. Все, все, да, пожалуйста. Все туда едут, да, все, все, служба спасения, все едут туда. Дети вниз вывезли. Я понимаю, все едут. Ожидайте, приедут. Пожалуйста. Пожалуйста. Служба 112. Подыхайте, пожалуйста. Едут к вам пожарные. Мы не можем быть, почему нас сотрудники оставили? Едут к вам пожарные. Ко мне какие претензии? Сколько еще будут ехать? Оператор 112. Мы горим, зимняя вишня, мы все, мы... Пожарные подъезжают, есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают. Скажите, горит все здание или только этаж? На этаже. На этаже у вас, на четвертом этаже. Пожарные подъезжают только, давайте быстрее. Пожалуйста. Оператор 112. Девушка, вы знаете, что у вас зимний вишня, пожар, пожар, там люди погибают. Где пожарные вообще? Все мы знаем, едут, все службы работают. Ну никто не едет, уже 10 минут горят. Подъезжают. Уже люди прыгают, вы не едете, вы что, совсем что ли? Ну город маленький, что нельзя приехать? Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Антон, ты машину не приступай открытую. Закрывай машину. Ленина, Кемерово, Ленина, 35, здесь пожарный вызов, есть. Езжайте скорее, здесь люди падают в окон. Оператор 112, что у вас? Девушка, ну что там зимний вишний? Поехали все уже, ожидайте. Когда поехали, блядь, четвертый этаж? Мы уже 20 минут здесь умираем, блядь. Здесь дети маленькие. Люди туда уже выехали, все службы реагируют, все туда поехали. Оператор 112, что у вас случилось? Алло, зимняя вишня, у нас прыгают со окна пожар, а скорая когда будет? Скоры нет. Приедет сейчас, скажите ваши фамилии, имя, отчество. Я подалку скорую. Скажите ваши фамилии, имя. Разговор записывается. На Лене, напомнишь, куда мы ее возили, где швейка? Если не отвечает, разговор записывается, говорят, и не отвечает. Оператор 112, что у вас? Здравствуйте, будьте добрые. Вы в порции, что зимней вишней пожар, люди выйти не могут? Зимняя вишня на Ленина. Пожарная уже следует. Такая информация не поступала. Скажите твою фамилию, имя, отчество. У меня там печи. Они не могут выйти. Там полное задымление. Они на полу лежат. Успокойтесь, женщина. Там пожарная следует. За спасение тоже следует. Эвакуация будет. Спасибо. Не переживайте, все будет хорошо, не переживайте. Спасибо. Оператор 112, что у вас произошло? Алло. Да, говорите. Алло. Что у вас случилось? Говорите. Люди из окон, вы падают, б***ь. Где ваши пожарники с брезентами? Хоть бы их ловили. Люди падают, об асфальт бьются, б***ь. Где ваши твари с брезентами? Вишня горит. Люди из окон падают, бьются об асфальт. Вы нормально разговариваете? Уже все там на месте. Оператор 112, что у вас произошло? Скорая в темнии вишни. Смотрите, люди лежат. Тут уже все, быстрее. Уже выехали все. Уже все выехали. Уже все выехали. Да выехали даже во двор. Пусть зайдут врачи. Люди лежат на земле. Уже все выехали. Сиди, б***ь. Пошли. Да подожди ты. Сиди, б***ь, я сейчас. Я погибли, б***ь. Что у вас случилось? Ребята, ну мы погибли здесь. Ну что вы делаете-то? Сейчас все уже выехали. Там не одна бригада скорой помощи приехала. Все уже на месте там. Сейчас вас освободят. Сколько времени ждать? Уже все на месте. Сейчас вас освободят. Подожди. Все на месте. Вы позвоните в службу 112. Подождите, вы сейчас не подъедете. Сейчас еще петь. Сейчас петь дверь еще хуже. Не надо. Оператор 112. Пожалуйста, быстрее. Уже все службы на месте. Все службы на месте работают. Вы на каком этаже? Четвертый этаж. Второй зал. Второй зал, да? Сейчас передадим все. Потерпите еще маленько. Это что делать-то? Оператор 112. Девушка, в зимний верхний пожар. Где скорой? Ни одной скорой нету. Люди выпрыгивают. Покажите ваши фамилии и имя, отчество. Боже, что-нибудь, девушка, администратор. У нас люди горят. Вы слышите? Вы прыгали с окон где-то. Покажите ваши фамилии и имя, отчество. А вы что, не слышите? Что у вас случилось? Зимняя вишня. Пожар. Тут люди прыгают из окон. Пожалуйста, выезжайте. Есть такой вызов. Все приехали. Все там уже на месте. Того нет. Люди живые прыгают из окон. Горелые. Я прекрасно понимаю. Все поехали туда. Все уже скоро подъедут. Ожидайте. Всего доброго. Оператор 112, что у вас случилось? У нас случился пожар. И не знаю, как вообще разговаривать с теми. Приехал один экипекаж скорой помощи. Одного человека погрузили в машину. Второй лежит на улице. Скажите, что должно произойти? Мне сейчас отвечают, что у нас... Мы же не можем всех спасать. У них всего два пострадавших. Скажите, что за позорная ссора у нас в Семерово, а? Я не смогу вам ответить на такой вопрос. Пожар зимний вишний. Да, пожар зимний вишний. Один человек лежит на улице уже 20 минут. Скорая подъехала 10 минут назад. Ему помощь никакая не оказывает. Два пострадавших. Двое. Ваше... Скажите, пожалуйста, сколько пострадавших? Двое. Одного. Помогли ребенку. Взрос, кто лежит на улице. Скорая подъехала 10 минут назад. Я подхожу к машине и говорю, почему вы не спасаете второго человека? Мы же не можем спасать всех. Нет, нет, если этот товарищ ходит... Пожарный, слушаю. Скажите, у нас сейчас на зимний вишний пожар, наверное, в курсе, да? Вы ехали, спасибо, работают пожарные. Скоро подъехали. Да подождите вы, не заложите трубку. Мужик хочет прыгать из окна, сейчас растянули. У нас сюда следует очень много отделений. Они еще не подъехали. Что мне сейчас делать? Я понимаю, нам что делать? Нам что делать? Говорите, успокаивайте, скажите, что он туда следует. Он из окна хочет прыгать. Вы мне мешаете работать. Мне нужно отделение еще отсылать. И что? Слушайте, ну вы уроды, конечно. До свидания.